Этой минутой я ждала много лет, а сейчас мне страшно. Почему страшно? Я не знаю, что я им скажу, что они мне скажут. Эмиграция – это очень сложная вещь. В самом начале пандемия очень сильно ударила по Италии. Расскажите, что при этом вы испытывали? Это был огромный шок, потому что она началась 50 километров от Пармы, где я живу. А откуда белая комната? Ваши все персонажи расположены на белых стенах. Я видела такой мир, как он растет. Видела будущее таким образом, что у женщин большие головы, руки атрофированные. Когда продана ваша первая картина и за сколько? Вы связали два народа – итальянский и русский, а именно жители города Пармы и жители города Калуги. Какую акцию вы устроили? Среди тех, у кого есть ваши картины, есть вот такие вот люди-полубоги? Вы боитесь замерзнуть этой зимой? Вся Европа стонет, газа нет. Муж сказал электрическую плитку купить, на всякий случай. А сколько мужчин было в вашей жизни? Здравствуйте! Это программа «Карт-бланш», программа, в которой интересные люди приходят к нам в гости. И мы с удовольствием задаем им вопросы. Кто мы задаем вопросы? Ваш покорный слуга, а также, конечно же, Михаил Борисов и Нанна Кумилашвили сегодня тоже с нами. Здравствуйте, коллеги! Кому мы будем задавать вопросы? По какому поводу? Ну, давайте сразу представлю. Людмила Козинкина, художник. Здравствуйте, Людмила! Художник международного масштаба. Хотя корни, в общем-то, где-то здесь у нас. Со всем этим будем разбираться. Людмила Козинкина, художник. Калужанка, связавшая судьбу с Италией и Россией. Училась в 6-й и 50-й школах города. В 10 лет втайне от родителей поступила в художественную школу. В юности выбрала путь самообразования. Науки и искусства постигала по книгам и учебникам. В 90-е годы прошлого века торговала на рынках и в магазинах Москвы. Вместе с подругой из Белоруссии переехала в Италию. Стояла у истоков культурного побратимства Калуги и Пармы. Воспитала дочь Валентину, названную в честь космонавта Терешковой. Осенью 2021 года представила в родном городе выставку «Первозданность». Россиянам известен фильм, комедия, необычайные приключения итальянцев в России. А вот ваше путешествие из Италии в Калугу этой осенью было необычайным? Последние два года они все необычайные. В связи с пандемией они стали просто каким-то путешествием сюрреалистическим. Из одного мира в другой. Или по мирам, можно так сказать. Потому что так как у нас семья находится и в России, и в Италии, мы не смогли просто спокойно сидеть и пережидать эту пандемию, как все люди. Поэтому мы придумали такой план покорения Москвы, самую такую пандемию России. И мы прочитали хорошо все законы, взяли машину и поехали на машине из Италии в Россию. Так мы сейчас передвигаемся. Какой маршрут получился? Италия. Италия, Австрия, Германия, Польша, Белоруссия и Россия. Но Белоруссия, я считаю, уже как нашу территорию, так и границы уже потом нет. Ну или Чехия, там можно варьировать каким-то образом. В самом начале пандемия очень сильно ударила по Италии. Расскажите, что при этом вы испытывали, какие были порядки и как шла вакцинация гражданам? Ну так как мы люди небоязливые, русские из 90-х, можно сказать так. Вот. Но все равно это был огромный шок, потому что она началась, ну не будем говорить Китай, Китай находится на другом конце мира и неизвестно где он и что это. Это все такое. А она началась 50 километров от Пармы, где я живу. То есть это 50 километров, это когда вот это все бабахнуло. Это было страшно, когда все люди сидели дома, ездили скорые. И никто во всем мире не мог ничего сказать. И когда нам звонили даже друзья и родственники из России, спрашивали, что случилось, мы не знаем. Это было, когда неизвестность, это самое страшное. Но сейчас вы каким-то образом обезопасили свой организм? Так как я и переболела, вот, и слава богу, обычным образом. И плюс у меня еще такая диалемма стоит, что спутник я не могу делать, потому что у меня потом там не будет приниматься. А сейчас у нас там все Green Pass в Италии. И тогда мне надо делать ту прививку. Ну, в общем, вот только, мне кажется, за выбор, а так я бы сделала ее. Только потому, что ее нужно делать, потому что меня ни на какие выставки не пустят, не разрешат. Была в Тоскане в конце августа. И там было две церкви. Одна церковь, как бы, не действующая, да? И одна действующая, Костелло, да, по-русски? Костелло? Костелло. Костелло. Вот. И в действующей церкви, вне действующей, была выставка. И я не смогла туда зайти, потому что был Green Pass. А вне действующей, то есть в действующей, я могла зайти, помолиться и все. Вот такие у нас ограничения по культуре, немножечко как парадоксальные. Вы живете между двумя странами, между Италией и Россией. Скажите, что есть незаменимого для вас в Италии и что есть незаменимого для вас в России? Вы знаете, Италия для меня, я там больше половины своей жизни прожила. То есть поэтому это уже мой родной город. У меня дочка хоть и с рождения разговаривает по-русски, я ее научила, в русскую школу ходила у нас, мы открыли ее там. Но она, соответственно, у нее итальянские корни сильные, ну и культура, многие вещи уже незаменимые, друзья, близкие, близкие друзья у меня там. То, что в России незаменимо, это моя родина. И я ее обожаю, и я, вы знаете, нашла такой компромисс, чтобы не страдать, потому что все-таки эмиграция, это тяжело. Тяжело. Как бы мы это ни говорили, как бы это кто-то не пытались адаптировать, все равно эмиграция – это очень сложная вещь. Когда говорится об элементарных вещах, как кто-то чуть тебе улыбнется, улыбнется по-русски или по-итальянски, о менталитете. Поэтому мы выбрали вот такую с мужем интересную вещь – находиться, все-таки пытаться здесь как можно больше, как можно больше… Ему интересно, а вам приятно? Это так, что ли? Пытаться жить на две стороны. Как вы сказали? Ему интересно, а вам приятно. Нет, ему нужно, можно сказать, потому что он все равно здесь больше работает, и все у него происходит здесь больше. А мне это жизненно необходимо, и все-таки я пытаюсь жить, так как жизнь одна, и пытаться себя ни в чем не ограничивать, а жить по полной программе. Поэтому пусть это немножечко сложновато переезжать, но мне это дает успокоение и радость вообще в этой жизни. Ну давайте расшифруем тогда ваш жизненный путь. Было время, не было Италии. В 90-х годах была очень сложная ситуация. Вы понимаете, у всех, наверное, не знаю, у кого ее не было. Это кто-то, может быть, у Христа за пазухой жил, хотя Христа не было в то время. Вот. И у меня умер папа, и я уехала в Москву торговать бананами на Багратионовский рынок. Это… Вот так, с флагом. Это творческий человек, поехал торговать бананами. После художественной школы, все, я просто решила, что делать. Если денег нет, у мамы кушать нечего, нам просто кушать нечего. Я как бы не поленилась, и я очень рада этому поступку, потому что это был героический поступок. Многие все-таки пытались быть такими девчонками красивыми, прекрасными, и здесь попытаться как-то там, не знаю, каким-то способом подняться. Вот. А я решила просто пойти снизу. Вот. Долго мне там не дали проработать. Устроили в магазин. Там, слава богу, пара. Вот это вот москвичи, у них был там лоточки. Потом они мне сказали, Люда, тебе здесь не место на рынке. И устроили меня в магазин. И вот там у меня познакомилась я с подружкой по переписи из Белоруссии. А эта девочка у нее была, вы не знаете, знаю, не знаете, в Италии есть такая... Белорусских детей забирали по итальянской программе. Молода из детских домов, и вот эта девочка из Гомеля, Оля, она сейчас моя сестра, она меня считает сестрой, ну, мы как сестры теперь. Вот. И эту девочку забрали по... У нее мама алкоголик была и умерла при ней. То есть у нее страшная судьба. И как бы это чернобыльская программа считается. Ее забрали вот в Спалета. Это город в Умбрии, прекрасный город, Итруски. И мы по переписи с ней подружились, и я поехала в это Спалета. Я приехала в это Спалета, в этот русский город, по визе, офигела, если можно так выразиться, да, на телевидении. Потому что у меня словарный запас 90-х все равно, так что не думайте. Вот. И все. И я после 90-х здесь, не имея возможности рисовать, не имея возможности выразиться в духовном плане каком-то, я просто решила, что это мое будущее. Вот. Я уехала туда на три месяца, пока готовили документы. Я устроилась на работу, потом мне пришлось вернуться на работу. Делала компьютеры, собирала. Нашли. Там, в Италии? Да. Скеда-Мадре. Микросхема. Да. Вот. Рам, рам, мемория, память. 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 Вот эти все, вот эти чук-чук-чук, вот эти штучки. Вот. И за три месяца, это какой, 97-й, по-моему. Вот. И потом сделали документы, сделала документы, у этой девочки жила дома. И работала. Это уже как вид на жизнь, получается, было, да? Это делали, вы знаете, тогда попроще было, потому что я, очень мало иностранцев было, и как-то, я не помню, если честно, уже, соответственно, вид на жительство, да, то есть временный и рабочий. И все. И вы, ну, у нас говорят о Брусселе, а в Италии интересно, как по-итальянски это будет звучать? Да никак там не звучать не будет, потому что я приехала и ни слова не знала по-итальянски. И так как я человек, вот есть люди, которые вначале должны знать артикули все, вот грамматику, идеально, и потом начинают разговаривать, а иначе молчат, как рыба в воде. А я ходила так, манджары, андары, то есть идти, кушать, то есть жизнь. С глаголами. Да, вот так. Продолжим тему изучения итальянского языка. Я, как педагог, поняла, что вы учились на практике, избегая теории. В прединтервью я узнала, что вы не поклонник университетов, а решили учиться по фильмам, по авторам, которых вы уважаете. Скажите, вот этот подход, когда образование, это в первую очередь самообразование, он оправдал эту ставку в жизни? Вы знаете, я считаю, что оправдал, оправдал. Вот. Мне очень характер такой сильный достаточно, и анархичный, можно так сказать? Да. И мне никогда, когда я поступала учиться и училась, я в какой-то момент понимала, что меня учат не тому, что мне надо. Учат очень много тому, что мне потом не пригодится. А я хотела как можно больше знаний, которые мне нужны. Поэтому я хожу на лекции, и сейчас хожу на лекции, и на презентации каких-то интересных книг, читаю книги, смотрю документальные фильмы. И, как и все мы, пытаемся улучшить свой уровень самообразования. А вот дочке что вы советуете? Учиться, идти в школу, в колледж, в университет и так далее? Или тоже, как вы? Да, дочку я... Это этот же вопрос, да? Да, да, этот же вопрос. Дочку я с детства выучила и сказала, что ответственность в учебе лежит на тебе. То есть вот с уроками ко мне не приставай. Единственная обязанность твоя – это учиться. Вот, я ей дала вот это в руки, вот эту науку, можно сказать, если у тебя будут плохие оценки, это твоя проблема. Пойдешь с плохими оценками, я тебя ругать не буду. Просто тебе будет неудобно и стыдно, если будут плохие оценки. Вот таким образом я дала ей дорогу в путь. И сейчас она учится, например, в лицее, ей 15 лет в социально-экономическом. Она строит свои планы, она собирается учиться дальше. То есть у нее широкий спектр, достаточно от психолога до адвоката и до юриста и учителя. То есть вот она как бы выбирает себе свою судьбу, и я за этим наблюдаю, подсказываю где-то рядом, но, соответственно, уважаю ее выбор. Это очень как бы важно. Несколько минут назад вы сказали, или я неправильно понял фраза ваша, мы организовали русскую школу. Да, правильно. То есть это как одно из направлений деятельности там в Италии, получается? Нет. Дело было так. Когда у нас были детки наши по 3 лет, вот есть сейчас школа, состоит, наверное, человек 80 сейчас, русскоязычные, из бывших советских республик. Но тогда нас было 5. Я и еще несколько девочек с детьми, с маленькими детьми. И вот с наших деток как раз началась русская школа в парме. Я также состояла в ассоциации, это когда мы ее оформили. И вот по субботам водили наших деток в школу, чтобы они были билингвистическими, учили русской культуре. Также весь этот состав учителей остался и возрос, и сейчас их 80 уже. Я села на подоконник, так болтаю ногами, говорю, мама, я в художественную школу постучила. Я всегда была самостоятельной. Сколько вам пришлось сменить видов работ от сборщика микросхем для компьютеров до свободного художника? Я вот так вот ходила, кругами ходила, по всем стучалась. Как появился основной герой ваших работ? Чтобы приблизиться к этой девочке, скорее всего, мне помог мой галерист. Не понял пока одного, все-таки, почему художественная школа? Почему вы не поехали там в секцию по баскетболу, а поехали в художественную школу? Я не способна ни на что другое. Вы сказали такую фразу, я могу петь в душе калинку-малинку, а итальянец не подпоет. Насколько вам важно, чтобы вам подпели? Русских продолжают любить, как раньше? Итальянцы очень любят русских, но им не дают. Ну так как? Идет. Нанимаю тебя до понедельника. Почему только до понедельника? Потому что в понедельник я лечу в Брюссель. Сколько вам пришлось сменить видов работ от сборщика микросхем для компьютеров до свободного художника? Две. Всего-то? Да. Ну, это сборщик компьютеров. Да. Потом такая вот вещь есть, в Спалете есть прикольный, прикольный, ой, прикольный, неправильно я сказала, необычайно фантастический такой мост, который, это Аквадотто, это воду, который проводил в свое время. Акведук? Акведук? Это прекрасный город, там запах цветов, климат необыкновенный, такой небольшой, и люди очень гостеприимные, такие добрые. И я как-то вот работала-работала сборщиком компьютеров вот этих и рисовала, параллельно рисовала уже все, и портреты делала, и какие-то там выставочки небольшие. И вот, и в какой-то момент я просто вышла на этот мост и сказала себе, Люда, давай зададим себе несколько вопросов, таких точечных, точных вопросов, которые дадут мне ответ на будущее, что делать дальше. Что были за вопросы? Кем ты хочешь быть? Кем ты хочешь быть, чтобы быть счастливой? Что тебе важно в этой жизни? Ну, такие. Вот, и я сказала, я хочу быть художником. Люда, это будет сложно, у тебя не будет денег, у тебя будет... Я хочу жить счастливой, хочу жить свободной. У меня любые ограничения для меня, ну, тяжелые, тяжелые, как бы. И? И я решила стать художником. Как это происходило? Я подумала, как это сделать, чтобы приблизиться хотя бы. У меня были знакомые, которые делали у них семейная такая, семейная работа, рисовали там или мебель, или стены, расписывали. Ну, помимо того, что их красили под венецианскую, ну, и расписывали. Я... Возьмите меня к себе на работу. Буду кисточки мыть, буду любую зарплату, буду делать что угодно. Нет. Потом еще у меня был там знакомый, у него был магазинчик, который продавал отжетистику, то есть очень красивые там подсвечники, мебель. Также у него была сзади студия, и он рисовал мебели для... там очень много иммигрантов, не иммигрантов, а... Потому что это Умбрия, это как Тоскана, там покупают дома, англичане, американцы. И расписывают их, любят мебель под стиле прованс... прованский, да? Прованский? Есть такой, да. Вот. И вот у него была такая студия, и он там расписывал, также делал зеркала расписные. Я ему говорю, возьми меня на работу. Он говорит, нет, возьми. Я вот так вот ходила, кругами ходила, по всем стучалась. И в итоге он сказал, будешь мебель тяжелую таскать? Я буду. Будешь кисточки мыть? Буду. Будешь наждачной бумагой мебель шкурить? Шкурить. Я говорю, буду. Ну вот и взял он меня на работу, и там я... Реально таскали мебель? Реально таскала, да. Потом начала... А, нет, ну, сценографиями потом начала заниматься. Это тоже. И лезть на пять, на десять метров, когда сцены делаются. Это я все делала. Вот оттуда началась вот такая моя карьера. А переход все-таки в исключительные художественные... Это случилось уже в Пармии, наверное, лет семь назад. То есть вашему авторскому пути всего семь лет? Свободному? Ну, подождите. Я работала, я выставлялась, я выставлялась, выставляюсь достаточно профессионально, лет пятнадцать уже. Вот. Но параллельно я занималась еще и другими вещами. Но, соответственно, они были приближены к художеству. И как появился основной герой ваших работ? Небольшая девочка, которая переходит из одной работы в другую. Похожа то ли на вас, то ли на кого-то из ваших подруг. Расскажите. Просто это суть, наверное, всего вашего творчества. Вы знаете, я работала... Чтобы приблизиться к этой девочке, скорее всего, мне помог мой галерист. Я как-то написала работу... Как раз... А, у меня была студия в Пармии вместе с моей подругой Финкой. Она тоже художник, сейчас живет в Хельсинки. А тогда у нас была студия вместе, мы работали. Вот. И я взяла ее образ, потому что она мне нравилась. Она такая была... У нее такая фигура, она худенькая, высокая. И такая вся изящная. И вот как бы она была близка по моему мышлению, видению работ. И она у меня стала как бы моделью. Вот. И я написала несколько работ о ней. И тогда я пошла к галеристу. И он увидел, ему понравилось. И он как бы мне немножечко начал помогать. То есть подсказывать. Смотри, вот этот образ подходит. То, что ты хочешь рассказать. Ну, и вот таким образом, как бы, он мне помог найти себя. Я также и была Киара Сверлик. Даже сейчас это мой куратор. Она была в России, в Москве. И также она занимается печатью. Продвижением. Средством массовой информации. Да. Вот. И, в общем, эти двое людей, я скажу, я им очень благодарна. С которыми также сейчас мы в огромно прекрасных отношениях. Которые, скорее всего, мне помогли стать профессиональным таким художником, узнаваемым. Которым именно вот так вот. Ну, получается, что это какое-то последовательное движение у вас было к тому, что есть сейчас выставки, картины, которые покупают, которые в коллекциях разных находятся. Или все-таки там какая-то доля случайности? Не, не верю. Знаете, почему? Потому что, когда мне было 10 лет, я поехала справа берега на автобусе, потом на троллейбусе. Я поехала в художественную школу. Я сдала экзамены. Потом приехала, потом вернулась. И потом пришла домой. Мама мне рассказывает, я села на подоконник, так болтаю ногами. Говорю, мама, я в художественную школу поступила. А мама не в курсе была? Нет. Я всегда была самостоятельной. Когда вы все время ездили из шестой школы домой на правый берег, вы садились в автобус. Да, вы ждали автобуса. Но в советское время это было очень долго. Дождаться автобуса было практически невозможно. И вы увлекались игрой в камешки. То есть вы находили то, что находится рядом. Вот эта игра в камешки и в песок. И она вас настолько увлекала, что вы могли несколько автобусов пропустить. Пропустить даже родителей, которые ехали на машине, думая, что дочь уже дома. Вот такие моменты. Куда вы опускались? Куда вы проваливались? И куда вы шли? Ну, возможно, эти вещи были как кроличья нора для погружения в саму себя. Да, я ищу, вы знаете, кладбище на правом берегу? Как оно, кладбище такое? Ну, которое ближнее, правобережнее, потом рождественское еще. Да, старенькое, старенькое. Нет, вот это самое старенькое. У нас был 16-й дом, который первый на правом берегу построился. Вокруг такая грязюка, грязюка. Я ходила на это кладбище, боялась, брала глину. И дома лепила из этой глины что-то. И для меня это что-то было такое. Скажите, вы находились в состоянии осознанности, что я стою на остановке, я жду автобус? Нет. Или вы куда-то погружались в собственную душу и начинали уже тогда ее исследовать? Нет, конечно. Я потом плакала. Я стояла, плакала. Все, я дождусь этот 15-й или 16-й. Все, Люда, все, Люда, стой и смотри на автобус. То есть там, соответственно, да, просто... Ну, как мне кажется, все дети так, вы знаете. Все дети распыляются, ребенок. Это фантазия. Это опять она. На 30 тысяч лир. Вы уверены? Да, на 30 тысяч. Не понял пока одного. Все-таки, почему художественная школа? Почему вы не поехали там в секцию по баскетболу, а поехали в художественную школу? Я каратэ занималась, и джюдэ еще. А сейчас каратэ занимаюсь. Но почему вы не сделали это своей профессией? Ой, сейчас боксом, извиняюсь. Почему вы это не сделали своей профессией, а сделали профессией искусства? Вот не знаю. Вы знаете, скорее всего, потому что все-таки я не способна ни на что другое. У меня нет памяти, как таковой. То есть я, если мне нужно будет сейчас подготовиться к какому-то экзамену, например, сдать экзамен, я буду вот так сидеть и вот так вот распыляться, как я поступила на библиотекаря. Пошла поступать на библиотекаря, потому что так было проще. Я пришла в цыганской юбке с Балашиха, рынок на Москве. Балашиха. Такой рынок, да, классный был, там старые вещи такие. Как будто, наверное, там есть рынок. И такая цыганская юбка, ботинки. Может, на Барахолов? Барахоловка. В Калуге, да? Да. На Зерновой. В Калуге был рынок такой. Нет, в Москве. А, в Москве? И такие ботинки дворянские. Я прихожу и говорю, я хочу поступить на библиотекаря. Девушка, вам не сюда. Вот вам или на режиссерский какой-нибудь. То есть, в общем, не пустили. Вы таким образом самовыражались? Наверное, наверное. Я покрасила волосы в школе чернилами, синими. И как раз было, знаете что, во ВНИМЭТе нас послали, как это называется, день, когда учат работать? УПК, учебно-производственных именов. Я пришла туда с синими волосами, и меня выгнали оттуда. Сказали, дед, мывай волосы. А нам надо было после обеда, я их покрасила только утром, у меня вся кожа, головы тоже синяя была. Я такая... Вот, это такой один из примеров в советские времена, как я пыталась выделиться из... Если бы то же самое сделали в России с вашей дочерью, вы бы пошли защищать ее цвет волос? А у нее сейчас тоже голубые волосы. Но вы считаете, что она имеет право? Конечно. Я с вами согласна. Конечно, самовыражение, тем более в таком возрасте, это... Женщине очень трудно без мужчины. А сколько мужчин было в вашей жизни? Я знала... Послушайте, я подготовилась. Я подготовилась и решила, что то, что может ранить мою семью, которая у меня есть, то я не хотела бы на эту тему... Значит, красная карта? Да, потому что для меня семья важнее... Жаль. Но я знала, что это будет и вы. Что-нибудь снова не так? Можно я задам тогда альтернативный вопрос? Похожий? От этого? Я про отношения. Просто про отношения мужчины и женщины. Вы сказали такую фразу. Я могу петь в душе калинку-малинку, а итальянец не подпоет. Да. Вот скажите, насколько вам важно, чтобы вам подпели и в жизни, и относительно ваших работ? То есть, чтобы мелодию вашей души продолжало ваше окружение, друзья, родные и зрители, которые приходят на выставку ваших работ? Ну, вот это как бы два вопроса в одном. Одно дело такое немножечко личное. От личного к общественному. Да, потому что лично это как бы, соответственно, любой человек хочет, чтобы его семья поддержала. Это сто процентов. Я, соответственно, жила в Италии, и у меня были итальянские мужчины. И ребенок у меня также от итальянцев. Вот. Но так как я решила для себя жить счастливо и жить по полной, и там у меня как бы не сложилось, я решила больше не рисковать. И в этот же момент так получилось, что меня нашел мой мужчина, с которым мы жили до того, как я уехала в Италию. Мы жили с ним год в Москве. И перед тем, как я поехала путешествовать на долгое время, мы с ним встретились. Сейчас живем уже семь лет, и мы женаты. И он русский. Но насколько это бы не звучало так случайностью, все равно я уже была предназначена и предназначена. И вот для себя решила, что я хочу свое что-то. Что-то свое, что-то калинку-малинку, яичницу и сало с колбасой, образно говоря. Соответственно, не убираю кулинарные... Ну, я утрирую, соответственно, сейчас. Не убираю кулинарные вычурства Италии. Когда была продана ваша первая картина, и за сколько? Это была радость, это было горе? Что это было? Вот первую картину и продала... Ага. Я азартный человек, понимаете? Не волнуйтесь, это просто красный цвет. Я знаю, он и азартный все равно. Вот как раз вот, когда я говорила про Киара Серри, Джину Ди Френне, это мои как бы гуру, мои как бы вот наставники. И как раз на выставке... Там я ей продала... Там где? В Рейджи-Эмиле, это они из Рейджи-Эмиле, обе Пармы, рядом с Рейджи... рядом с Пармой. Город такой. И там у меня была выставка, и там у меня купили первую картину. Я, соответственно, поверила в себя, и вот с того началось... За сколько купили-то? А? За сколько купили-то? Ну, да, где-то 400 евро, вот так вот. Ух! Не унывай. Скоро разбогатеем. Скорей бы. Надоело пешком ходить и без часов. А откуда белая комната? Ваши все персонажи расположены на белых стенах, как правило. Что это за пространство? Ну, это серия работ, которых сейчас уже я не пишу. Наверное, это себя так чувствовала. Я так в то время определяла... Сейчас, когда я стала повзрослее, я больше погружаюсь в себя. Я ищу больше внутри себя, а не снаружи. А в то время, скорее всего, искала снаружи. То, что происходит снаружи, то, что я читала в газетах, то, что происходило нехорошего в этой жизни. И я видела такой мир, как он растет таким образом, что... Видела будущее таким образом, что у женщин большие головы, руки атрофированные, и они как бы все атрофированы. Ну, женщина, она у меня как образ, да? Это не значит, что я не обращаюсь к мужчинам, а думаю только о женщинах. Я думаю о человечестве. Это как бы наше будущее в интернете, в масс-медиа атрофирует тело, голова становится большой, неизвестно, пустой или полной. Вот. И ничего тяжелее мауса, как мы не поднимаем. Мышки компьютерные. А? Мышки компьютерные. Да. Спасибо, вы мне за переводчика сегодня. Вот. И как бы вот эта вот социальная тематика меня очень волновала. И также и угол, соответственно, мы загнаны в угол. И вот я вот эту серию долго прорабатывала. А скажите, подобное описание ваших картин, оно совпадает с тем, что мог бы рассказать какой-нибудь экскурсовод, как это обычно бывает, художник на этой картине хотел показать, насколько тяжела жизнь простого народа. Вот. Есть какое-то созвучие с критиками художественными и с тем, что у вас в голове? Или интерпретация абсолютно разная? Есть критики, которые работают за деньги. Как и везде, как и журнализм. Вы платили критикам? Да никогда в жизни. Никогда в жизни. Не за выставку. Откуда вы знаете, что они есть, если вы не платили? Ну, есть, конечно же, предложение. Мне только ПМЛ, приходит, постоянно сделаем выставку и в Риме, и это, и за такие деньги, и за такие, также и журналистами, я уверена, все это... Вот. А есть люди, которые говорят, мне нравится твоя работа, давай работать вместе. Вот даже Анна Сенатова на последней моей выставке, мы с ней разговаривали, я рассказала о писательнице, такой писательнице, Клариса Энкула Эстес, которая пишет, и психолог, и которая идет вовнутрь женской души, мы с ней об этом поговорили, Анна Сенатова очень сильно это все и тонко восприняла, и написала прекрасный текст. Это вот последний пример, как бы. Героиня ваших работ заблудилась в четырех соснах, а вам когда-либо в реальной жизни приходилось заблудиться в лесу? Я делала перформанс в лесу, как раз вот с этими ленточками. У вас есть какая-то география, где ваши работы сейчас находятся? В Китае, также во Вьетнаме. А где обычно размещают ваши картины, которые покупают? В галереях, дома. В сейфе, скорее всего, нет. Я не кандинский. Вы связали два народа, итальянский и русский, а именно жители города Пармы и жители города Калуги. Какую акцию вы устроили? Сделали временную побратимость культурную между городом Пармы и городом Калуги. Кто из российских художников вам нравится? Вы боитесь замерзнуть этой зимой? Вся Европа стонет, газа нет. И что вскоре будет? Стопа вас останет, если не перестанете болтать. Эта выставка в Калуге называлась «Первозданность». И меня поразила на ней небольшая картина, где девушка, героиня ваших работ, заблудилась в четырех соснах. Ну, по-русски говорят, есть пословица «заблудился в трех соснах». А вот девушка ваша заблудилась в четырех соснах и была так окутана ленточкой. А вам когда-либо в реальной жизни приходилось заблудиться в лесу? Так, после творчества бокса я обожаю лес. Вы не представляете, сколько времени я нахожусь в лесу? Даже если я еду вот сейчас из Москвы в Калугу или в Австрию в горах, я обязательно останавливаюсь. Полчаса, когда увижу красивый лес, я говорю, все, останавливаемся, лес. Для меня лес – это когда как раз я себя ощущаю. А в Альпах у нас, при Альпе есть очень красивые, прекрасные леса, хотя они и здесь прекрасные леса есть. И когда еще есть туман. Я делала перформанс в лесу как раз вот с этими ленточками. Я делала также выставку последнюю в Италии. То есть я сделала инсталляцию огромную, я сделала куб с прозрачной такой тканью и снутри подсвеченной. И я как будто бы лес, кусок леса перевела, привезла в город на выставку. Вот. И еще у меня вот есть такое ощущение, что когда я нахожусь в лесу, в тумане, и никого нет вокруг, вот тогда, тогда мои мысли не влияют никто на мои мысли, и я не влияю. То есть нет никакого влияния с внешней стороны. И как раз вот тогда я нахожу себя. Поэтому лес для меня это просто... А когда теряться приходилось в лесу, пошли грибы собирать, потерялись или ягоды, или бродили очень долго? Я очень, так как у меня, как это называется, топологический... Кретинизм. Это слово. Вот. Поэтому я все время хожу вот так вот. И боюсь очень потеряться я на месте. Ну, скажите, на данный момент вы широко выставляетесь, ваши работы приобретают... У вас есть какая-то география, где ваши работы сейчас находятся, там, в частных, не в частных, в государственных коллекциях и так далее? Какие-то самые дальние, самые ближние точки, самые необычные точки? Ну да, конечно, все ж не будем. Вообще, самое такое удивительное путешествие для меня было в Сингапур. Мы подружились с этой галеристкой, она итальянка, она меня как-то проконтактировала, она купила мои работы на, как сказать, ярмарка, да? Ярмарка. Когда художественная ярмарка происходит. Она купила мои работы, мы начали общаться, и вот у меня были там выставки, не одна, потом также и в Китае. Вот это было, наверное, самое такое интересное. Вот также в Вьетнаме. То есть это везде, где есть Ваши работы? Да. Да, у меня там... Также самое замечательное, что происходит, когда ты продаешь работу, ты становишься друзьями с коллекционерами. То есть начинаешь с ними общаться и культивируешь потом вот эту дружбу. Ну, а коллекционеры тоже, они есть люди вполне профессиональные или вполне достаточные в материальном плане, допустим. Среди тех, у кого есть Ваши картины, есть вот такие вот люди, полубоги? Ой, скорее всего, нет. Скорее всего, полубогов нет. Не дошла. Не досмотрели просто еще. Возможно. А где обычно размещают Ваши картины, которые покупают? В галереях, дома, в спальне, в сейфе, да, в гостиной? В сейфе, скорее всего, нет. Я не кандинский. Хотя, может быть, и современные кандинские в сейфах лежат. Нет, какое пространство люди выбирают для Ваших работ? Вот это важно, это интересно. Ну, вот смотрите, например, работу, которая называлась «Туман», прям по-русски я назвала «Туман», вот с выставки, которая была. Она сейчас висит большая работа у психотерапевта в студии. То есть она помогает. «Туман», «Тумэн», два мужчины, а изображено что? «Туман». Вот. Я думаю, она помогает погрузиться и клиенту, и врачу во внутренний мир. помогает или наоборот, как бы подталкивает к чему-то, то есть это неизвестно. И сейчас вот у меня выставка была, мне позвонили неделю назад, моя работа продана. Я ее повезу, когда поеду обратно из Рувиго, это север Италии, во Флоренцию. Вот. И она большая работа очень. И, по-моему, там тоже что-то связано с психологией женщины. То есть мне сказал куратор выставки, что человек тоже такого направления. Вот. Я еще с ней не знакома. А домой кто-нибудь вешает? Бывает так, что пришли в гости, о, моя картина? Конечно. Конечно. Где обычно? Вы знаете, в Италии, не как в России, в Италии очень развито вешать картины. Очень развито. Вот, например, один из моих коллекционеров мне сказал, Люда, делай картинки поменьше, у меня вешать некуда. Но у него не только мои, соответственно, у него очень много. И вот у него реально вся стена, и он говорит, я тебе могу купить только вот маленькую, потому что, говорит, все. Потому что он их вешает. не по качеству, не по глубине мысли смотрит, а исключительно по размерам. Уже, ну, доходит вот до такого Сделайте ему маленькую репродукцию свою. Нет, ну, не репродукцию, а у меня есть маленькие работы специально... Под него. У нас в Италии есть поговорка «Кто нашел друга, тот нашел клад». Да, точно. Запомни, у тебя в Италии есть друг. Спасибо. Вы связали два народа, итальянский и русский, а именно жители города Пармы и жители города Калуги. Какую акцию вы устроили и почему у этой акции нет продолжения? В 2011 году мы и наш комитет, комитет, да, комитет по-русски, добровольцев, то есть это Ксения Сидоровна, Инна Санина и Татьяна Железко, все жительницы города Пармы, калужанка из них только я, сделали вот такую побратимость. Мы были очень настырными и пригласили, сделали временную побратимость культурную между городом Пармы и городом Калуге. К нам приезжал драматический театр с спектаклем «Лодка». Была выпущена газета на русском и итальянском языке. Также приезжали художники, перформеры из Италии, из Пармы, в частности, в Калугу. и приезжали также власти. Я считаю, была проведена фестиваль в Парме, то есть ярмарка, там было очень много всего. так сложились звезды. Были, знаете, очень многое зависит от властей. Я сейчас не знаю, что в Калуге происходит, но я знаю, что в Парме происходит. Парме немножечко как-то вот, как-то было легко, как-то вот пришли, предложили, но не совсем легко, соответственно, настаивали, но звезды так сложились. Один человек, капля в море. Это всегда надо делать вместе, надо, я всегда буду Калуге помогать. Я всегда, если есть, кто-то мне скажет, вот хотим в Италии, хотим, и есть какие-то реально хотим, они так, мы хотим, а там потом Люда, типа, делает, все сделает. Политическая ситуация в Италии, политическая ситуация в Италии позволяет такие проекты культурные сейчас проводить? Русских продолжают любить, как раньше? Да, русских никогда не любили, вы знаете, не давали им любить. Итальянцы очень любят русских, но им не дают, вот просто не дают и все. Это видно, от них не зависит. С простыми разговариваешь с людьми, с простыми, с интеллектуально развитыми, с рабочими, кто-то не дают им про Россию ничего знать, информацию не дают. Если человек только сам эту информацию будет добиваться или будет расспрашивать, ему дадут, а так они не понимают, как наша страна растет, какие у нас люди, какие у нас интеллектуальный уровень, российский менталитет, им просто этого не дают ничего знать. Кто из российских художников вам нравится, современных, кто из калужских художников и кто из классического периода, кого вы цените? И Кандинский, и Малевич, который наши передвижники, шагал, обожаю, он тоже воздушный. Я не буду недооценивать Шишкина. У меня был ковер с Шишкиным, и я просто его, это моя жизнь, то есть, вот это как, это все. Вот, но когда я увидела Шагала на ветражах в Натрадам, я не знала, что он там есть, ну, я просто расплылась там по полу, как бы, вот так. Во сне Россия снится, что именно? Есть такой интересный факт, который я вспоминаю с таким ужасом. Я как-то прилетела сюда, еще давно, лет, наверное, 10 назад. Вот. И просыпаюсь утром, смотрю в окно и вижу такую картину. Серый, серый снег, черное дерево, серое такое же небо и черная ворона. И у меня так стало плохо, что я захотела купить билеты скорее в Италию, потому что, ну, вот как-то вот у меня вот такое настроение, оно очень сильно зависит от внешнего. Вот. Было так, когда, знаете, февраль, вот когда совсем вот плохо. Так что Италия помогает мне. Вы боитесь замерзнуть этой зимой? Вся Европа стонет, газа нет. Короче, муж сказал электрическую плитку купить на всякий случай. Да, ну, да, говорит, есть такие хорошие, экономные, тоненькие. Здесь в России купить, провезти в Италию? Да, то есть я об этом как бы не думаю. В Италии-то электрические плитки дороже? Да? Конечно, там налоги намного больше, поэтому и дороже все, да, да, да. Налоги платите в России? Вы знаете, я особенно с налогами не очень дружу, так как я бедный художник, который скитается по миру, продает картинки лишь бы как, вот, и пытается выжить. Вот вам. Здесь в Италии законы не так обязательны, их совсем не обязательно все время соблюдать. Окей, программа Карбланш состоялась сегодня, Людмила Козинкина художник, была сегодня у нас в гостях, разрывается между Россией и Италией, вот, но тянет Россию больше. Я обожаю Россию, я обожаю как она растет, с каждым шагом, вообще просто это страна, я не знаю, когда ее начинают ругать, и здесь, и там. Но продолжаете возвращаться в Италию? У меня семья там. Уже я итальянка, можно сказать, вы же никуда не денешься, это, когда дети вырастут, я в Вьетнам, может, куда-нибудь влечу. Ну вот, сегодня в программе Карбланш мы поговорили на тему, как из Калуги сделать шаг в сторону Италии, как это было, через какие приходилось хитрости проходить, и неприятности, и неуютности. Людмила Казинкина еще раз выставки по всему миру, в том числе и в Калуге, вот и в Москве. И спасибо, коллеги, спасибо, Людмила, вам. Спасибо. На этом Карбланш на сегодня завершается, друзья. Далеко не уходите, обязательно будет следующий. Россия идет огромными шагами. Вот итальянцы, они так сильно отстают. Я была же еще, когда лиры были, когда прекрасные 70-е еще не закончились, когда люди вот так вот в Италии. И что сейчас происходит? Там просто реальный упадок, вот, ну, и деградация. В чем-то, соответственно, вот запас есть, вот этот вот жировой огромный и финансовый также, который помогает кризису, если выжить по сравнению там с Эстонией, европейскими, другими. Вот этот жировой есть запас? И культурный, соответственно. А развития, вы знаете, вот, ну, нет такого, как в России. Я с вами прощаюсь. Почему? Потому что я так хочу. А, да, но... Очень была рада с вами познакомиться. О, я тоже. Не. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok